Здравствуйте, в эфире Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию основные события мирового финансового рынка на прошедшей неделе. Мировая экономика, криптовалюты, драгметаллы, ситуация на нефтяном рынке – все это в еженедельном обзоре новостей от компании X-Critical. Представители Libra Association сообщили об успешном запуске тестовой сети блокчейна, которая представляет собой копию будущей основной сети. На данный момент в ней 34 различных проекта и зарегистрировано более 51 тысячи транзакций. В планах компании привлечь к работе над проектом как можно большее число разработчиков. Ожидается, что к моменту запуска основной сети свои ноды запустят не менее 100 партнеров проекта. В сети криптовалюты Bitcoin Cash состоялся запланированный хардфорк, в результате которого были реализованы решения, направленные на повышение приватности транзакций. Также с последним обновлением в сети Bitcoin Cash устранена проблема возможного изменения идентификатора транзакции без аннулирования самой транзакции. Эта проблема долгое время создавала сложности разработчикам проектов на основе блокчейна Биткоина. В течение последних двух недель короткие позиции хедж-фондов по цифровым активам достигли исторического максимума на чикагской бирже. Примечательно, что среди мелких участников рынка по-прежнему преобладают длинные позиции на биткоин. Объемы регулируемых площадок вроде БАКТ и чикагской товарной биржи по-прежнему невелики по сравнению с нерегулируемым рынком криптовалютных деривативов, на котором нельзя получить достоверные данные по объемам и открытым позициям. В середине недели цена биткоина снизилась к трехнедельному минимуму и традиционно потянула за собой большинство альткоинов. Текущее падение выглядит как пробой уровня сильной поддержки 8500 долларов. Следующим ориентиром для котировок станет минимум конца октября на уровне 7500. Краткосрочные прогнозы остаются негативными для рынка криптовалют. В ближайшие недели нет предпосылок для восстановления цифровых активов. Спрос со стороны институциональных клиентов остается невысоким даже после давно ожидаемого запуска торговой платформы BACT и поставочных фьючерсов на биткоин. Международный платежный оператор Visa разрабатывает блокчейн-систему для совместных вычислений больших объемов конфиденциальных данных. Новая разработка предназначена для создания приложений, которые обрабатывают большие наборы данных и создаются для обслуживания большого количества пользователей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США пересмотрит свое решение об отклонении заявки на запуск Bitcoin ETF, поданной компанией Bitwise Asset Management. Фирма не обращалась к регулятору повторно по данному вопросу и ранее говорила о намерении подать новую заявку на биржевой фонд. Изначально SEC отклонила заявку из-за несоответствия предложенного продукта требованием, направленным на предотвращение рыночных манипуляций и другой противоправной деятельности. Однако комиссия решила пересмотреть отказ согласно внутренним правилам. Новое решение должно быть объявлено до конца 2019 года. Разработчики Ethereum Foundation опубликовали подробное руководство по предстоящему Хардфорку и Станбул, где были описаны действия пользователей и требования к программному обеспечению. Активация обновления состоится ориентировочно 7 декабря. Индивидуальным пользователям веб-кошельков, мобильных приложений, бирж и аппаратных кошельков не следует предпринимать никаких действий по собственной инициативе, только если поступят соответствующие рекомендации от администраторов сервисов. Рост ожиданий успешного завершения Brexit не отменяет резкого замедления британской экономики и потребительской инфляции. Обрабатывающие и промышленные секторы снова снизились в октябре сильнее ожидаемого. Рост потребительских цен замедлился до 1,5% и уже значительно не дотягивает до ориентира Банка Англии. Растут шансы снижения процентной ставки в ближайшее время. Краткосрочные прогнозы роста экономики страны предполагают, что замедление продлится до конца второго квартала 2020 года. Член правления ИЦБ Бостин Васли пошел еще дальше и отметил высокую вероятность нового сокращения ставки по депозитам. Слабые данные экономического роста и инфляции в еврозоне не предполагают иного сценария в ближайшие годы. В докладе о перспективах экономического развития в еврозоне, опубликованном Европейским центральным банком, говорится, что главными проблемами этого региона являются в основном угрозы чрезмерного принятия финансовых рисков и сокращение прибыльности финансовых учреждений. Финансовая стабильность стран еврозоны находится под влиянием существующих рисков для роста мировой экономики и экономики зоны евро. Европейский регулятор отмечает, что из-за усиливающегося принятия рисков руководству стран, входящих в еврозону, необходимо проводить регулярный и тщательный мониторинг. ВВП Великобритании вырос на 0,3% в третьем квартале после падения на 0,2% во втором. Формально страна избежала технической рецессии, но темпы экономического роста достигли минимального уровня с момента завершения финансового кризиса в 2010 году. Секторы производства и обрабатывающей промышленности снижаются несколько месяцев подряд. Джеймс Рофф, возглавлявший миссию МВФ в Российской Федерации, заявил, что ситуация в российской экономике стабильная, несмотря на санкционное воздействие на нее. Он отметил, что власти страны контролируют динамику инфляции и принимают меры для поддержки курса национальной валюты на стабильном уровне. При этом существуют факторы, которые не позволяют российской экономике расти более быстрыми темпами. Прежде всего, это отсутствие структурных изменений. В США инфляционное давление восстанавливается. В октябре рост потребительских цен составил 1,8%. Объем розничных продаж превысил прогнозы и увеличился на 0,3%. Министр торговли США Уилба Рос заявил в пятницу, что существует высокая вероятность, что США и Китай придут к окончательному согласованию первой фазы сделки в самое ближайшее время. На 15 декабря запланировано введение дополнительных пошлин на импорт китайских товаров США. Чиновники администрации президента Трампа, так же как и правительство КНР, все еще не дали ни одного четкого комментария относительно сроков подписания торгового соглашения между странами. Поскольку обе стороны склонны к тому, чтобы подбрасывать на фондовые рынки надежду на сделку, в ближайшие дни представители одной из сторон, а возможно это будут заявления обеих стран, объявят о новом этапе продвижения переговоров и о приближении к окончательному торговому соглашению. Аналитики Данский Бэнк ожидают еще одного сокращения ставки в США через 3-6 месяцев, поскольку американская экономика все еще нестабильна. Впрочем, делать прогноз на несколько месяцев сейчас достаточно сложно, поскольку слишком многое зависит от переговоров США и Китая. В последнее время появляется все больше информации о скором кризисе в Китае. Даже правительственные аналитические центры начали пересматривать прогнозы по ВВП. Национальный институт по финансам и развитию ожидает снижения экономического роста в 2020 году до 5,8%. Публикуемая макростатистика тоже не радует. Рост розничных продаж оказался самым низким с 2003 года, а инвестиции в основной капитал с 1998 года. Все это усугубляется недоверием китайскому правительству, которое, по мнению многих экспертов, завышает реальные экономические показатели. Слабые данные крупнейших мировых экономик и высокий спрос со стороны центробанков поддерживают рынок золота. Сербия недавно присоединилась к странам, которые проводят политику по увеличению своего золотого запаса. В октябре сербский центробанк купил 9 тонн золота и увеличил долю драгоценного металла в общих международных резервах страны до 10%. Пока Сербия не планирует новые покупки золота на ближайшее будущее. Согласно отчету Международного энергетического агентства, страны ОПЕК выполнили условия сделки на 115% и снизили добычу нефти примерно на 120 тысяч баррелей в сутки больше необходимого. Добыча нефти восстановилась с 10-летнего минимума в октябре после того, как Саудовская Аравия быстро восстановила производство после нападения на нефтяную инфраструктуру. Аналитики Морган Стэнли предположили, что в следующем году цена на золото вырастет, поскольку американские акции и корпоративные облигации будут снижаться по сравнению с мировыми. В первую очередь аналитики отмечают потенциал фондовых рынков Европы и Японии, которые выиграют от низких ставок. Также Морган Стэнли ожидает ослабления курса доллара в связи с ростом экономики за пределами США. В банке прогнозируют стоимость золота в среднем на уровне 1511 долларов за унцию в 2020 году, что значительно меньше максимума текущего года на отметке 1557 долларов. Портал финверсия.ру – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Каждый брокер думает об увеличении прибыли. Оптимизация процессов происходит во всех Форекс-компаниях. X-Critical свела воедино и оптимизировала все составляющие бизнес-процесса. Современная платформа с множеством передовых функций. Интегрированный с различными провайдерами CRM. Система аналитики, обрабатывающая всю информацию в онлайн-режиме. Совместимость продуктов X-Critical между собой и со сторонним программным обеспечением, а также доступность и скорость обновления информации позволяют принимать быстрые и качественные бизнес-решения. А это основа стабильного и прибыльного бизнеса. Позвоните сейчас, и представитель X-Critical представит вам новые возможности получения прибыли. Субтитры создавал DimaTorzok